мир вам братья и сестры в теме съезда церковь и последнее время я хочу коснуться вопроса влияния церкви на мир что такое влияние мы понимаем что влияние это особое воздействие сфера влияния есть такое выражение в политике и когда употребляется эта фраза речь идет о какой-то территории за пределом государства и вот на эту территорию государство оказывает культурное экономическое военное или политическое влияние когда мы говорим о влиянии церкви на мир мы понимаем что церковь это особая территория это божий народ это царство иисуса христа вот перед нами стоит вопрос о влиянии церкви на мир потому что мир это совершенно другая территория это другое царство это другое государство мир это люди которые находятся под властью сатаны которые враждебны богу мы задаем вопрос как церковь может влиять на этот мир есть различные влияния что влияет на людей сегодня мы живем наверное вот этот год 2017 год особые какие-то бедствия происходят вокруг ураганы землетрясения это влияет на людей это влияет на на жизнь людей мы смотрим на то что есть различные организации государства которые влияют америка влияет очень сильно на весь мир он россия еще что-то какие-то организации которые оказывают свое влияние различные события влияют на людей сегодня уже виктор васильевич упоминал что именно сегодня 23 сентября есть предсказание одного лжеучителя что сегодня наступит конец света и люди слушают это это влияет на них никогда не слышит о конце света вместо того чтобы каяться перед богом они запасаются солью или спичками или еще чем-то это такое влияние происходит сегодня век в которой мы живем когда средства массовой информации интернет влияет на людей направляет людей формирует их понимание их образ жизни мы смотрим на все эти влияния и мы задаем вопрос а как церковь влияет на мир когда мы рассуждаем об этом влиянии мы понимаем что в этом мире влияние очень различны есть влияние силою насилием войной оружием есть влияние различными манипуляциями когда путем обмана достигается какой-то интерес церковь не может использовать эти методы и влияние церкви на мир еще ветхом завете было показано действием как бог влияет вы помните пророка или ю которому господь сказал встань там в расчелине и скалы и ты увидишь и будет ветер и будет землетрясение и будет огонь но не там господь а потом сказано будет тихое венье ветра и вот здесь мы находим истинный смысл влияния влияние которым господь действует влияние в тихом венье ветра и мы начинаем задавать вопрос так как же церковь может влиять на мир давайте откроем текст писания я прочитаю из первого послания коринфянам вторая глава с начала 5 стихов 2 главы первое послание коринфянам 2 глава с начала апостол павел пишет и когда я приходил к вам братья приходил возвещать вам свидетельство божие не в превосходстве слова или мудрости ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме иисуса христа и притом распитого и был я у вас в немощи и в страхе и великом трепете и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости но в явлении духа и силы чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой но на силе божией слова апостола павла человека который после иисуса христа наверное больше всего оказал влияние на этот мир и вот в этом тексте который мы прочитали мы видим тот способ тот метод тот то действие которым говорит апостол павел как нужно влиять на этот мир мы видим что первая апостольская церковь оказала огромное влияние на этот мир и когда мы смотрим на то что происходило историки говорят что почти каждый положительный аспект сегодняшней жизни это результат влияния церкви тогда церковь влияла в греческой и римской культуре того времени жизнь не ценилась высоко и мы смотрим то что было тогда когда апостол павел писал эти слова гладиаторские бои детоубийство убийство новорожденных девочек аборты это все оправдывалось и считалось нормой в то время римская философия говорила о том что самоубийство это нормально поэты римские греческие возвышали самоубийство и мы видим что церковь оказала влияние на это мы смотрим на то время и видим что в вопросах морали греки и римляне они защищали право на разврат на измену на проституцию на все извращения которые только можно представить они все это оправдывали церковь повлияла на это положение женщин положение детей мы видим каким оно было в то время церковь оказала влияние и мы задаем вопрос как как это произошло каким образом это произошло каким образом церковь в то время когда мы читаем по книге деяния апостолов который создал иисус христос в начале 12 апостолов потом в день пятидесятницы 120 христиан потом через несколько проповедей апостолов почти 20 тысяч членов иерусалимской церкви история говорит библейской энциклопедии говорит что концу первого века в римской империи было больше одного миллиона христиан это из 180 миллионов людей которые вообще жили в то время каким образом церковь оказала такое огромное влияние каким образом церковь действовала в то время этот вопрос важен для нас потому что сегодня когда мы задаем этот вопрос как церковь может влиять на мир сегодня церковь должна влиять тем же самым путем которым влияла первоапостольская церковь и мы можем сказать что у нас сегодня может быть больше приспособлений инструментов компьютеров еще чего-то но у церкви сегодня та же самая роль которая определена господом самого начала и угол и у церкви должна быть тоже самое влияние которым пользовалась первоапостольская церковь и вот мы прочитали с вами текст писания в котором апостол павел говорит о влиянии он говорит что он пришел в коринф и он показывает нам что он отказался от человеческих от мирских способов естественного влияния он говорит что когда я приходил к вам и мы прочитали это текст писания он говорит что я приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Для греков слово или мудрость – это было особое состояние, это был особо возвышенный уровень, и апостол Павел, приходя в этот город Греции, он отказался от этого естественного способа влияния. И мы читаем в книге «Деяния апостолов», он пришел в Коринф, и там год и шесть месяцев он проповедует Слово Божие, он влияет совершенно другим путем и методом. В этом году я был в Коринфе, на том месте, которое называется Бема, считается, что именно на этом месте стоял апостол Павел, когда он был на суде перед Галеоном. Он там, в этом центре, где вся эта греческая философия понимала и обожествляла эти особые способы риторики и ораторства и мудрости, он там избирает совершенно другой метод. Он отказывается, как он сказал, от этих человеческих методов. И мы смотрим с вами, а какой же метод, какой способ влияния избирает апостол Павел. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на 3-4 стихи, потому что здесь он говорит, «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Когда мы размышляем о том, как сегодня, в последнее время, церковь должна влиять на этот мир, метод тот же самый. Не человеческие методы, не естественные методы, а явление духа и силы. Сегодня церковь избирает самые различные методы влияния. И проблема в том, что очень часто церковь идет человеческим мирским путем, пытаясь влиять на политику, пытаясь влиять и решать какие-то социальные вопросы, пытаясь влиять на государство, пытаясь избирать какие-то человеческие методы. Вот посмотрите на политика, он христианин, вот посмотрите на известного спортсмена, он христианин. Если они христиане, почему вы не христиане? Приходите к нам в церковь. Это мирские методы. Это не то, о чем говорит апостол Павел. Когда церковь пытается понравиться миру, людям этого мира, когда церковь избирает способы влияния через какую-то популярную проповедь, через современные методы, Писание говорит, что это не сработает. Почему сегодня миссионеры, или те, кто называют себя евангелистами, они считают, что для того, чтобы повлиять на этот мир, на грешников, нужно идти по краю греха. Нужно настолько приблизиться к этому греху, чтобы быть очень похожим на этих людей. И люди думают, что через этот метод они повлияют на этот мир и каким-то образом привлекут. Это все происходит из-за того, что мы не до конца понимаем, что такое мир. Писание говорит, как я сказал, что мир — это люди, которые находятся под властью сатаны. И из-за этой власти они враждебны к Богу. И когда мы понимаем, что такое мир, мы должны увидеть, что на этот мир не повлияешь мирскими методами. Потому что этот мир уже наполнен этим миром. Он уже наполнен действием сатаны. Он уже наполнен всем тем, что есть в этом мире. И когда мы пытаемся мирскими методами привлечь мир, мы ни к чему не придем. Мы не придем ни к какому результату. Все эти человеческие методы сработают только если мы минимизируем святость и ведем в норму грех. Только таким способом человеческим мы повлияем на этот мир. Но в таком случае это влияние приведет к тому, что мир войдет в церковь. И мир начнет влиять на церковь. К большому сожалению, Писание говорит, что в последнее время так и будет происходить. Мир будет влиять на церковь. И когда мы думаем об этом, тогда нам очень важно задать вопрос, а не происходит ли это в моей церкви? А не происходит ли это со мной? Когда думая о влиянии на мир, я позволяю миру влиять на меня. И когда мы думаем вот сегодня в этой теме, мы задаем вопрос, так как же церковь должна влиять на мир? И апостол Павел отвечает в этом тексте, он говорит, это должно быть явление духа и силы. Когда происходит влияние на людей, которые находятся под властью сатаны, и которые во враждебном отношении к Богу, единственный способ повлиять на них, когда происходит явление духа, духа Божьего, и явление силы, силы Божьей. Вот когда это происходит, тогда мы видим настоящее влияние на этот мир. В этой же главе, посмотрите, вторая глава, когда мы читаем ее полностью до конца, апостол Павел говорит, мы проповедуем мудрость Божию, не мудрость, которая в этом мире, не то, что в этом мире, вот он дальше говорит с 12 стиха, посмотрите, он говорит, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Он показывает, что для влияния на этот мир невозможно пользоваться духом этого мира, это не приведет к никакому действию, потому что человек, как он говорит дальше, душевный, он не принимает то, что от Бога. Господь своим действием только может коснуться его. И апостол, мы читаем в книге «Я и не апостолов», сам Христос говорит, «Но вы примете силу и будете мне свидетелями». Для того, чтобы вы влияли на этот мир, сила Божия нужна, которая способна влиять на этих людей, которые находятся в рабстве. И вот когда мы рассуждаем о влиянии церкви на мир, я хочу коснуться четырех моментов. В этих четырех моментах я увидел, что Писание говорит о церкви, о христианах и о мире, и о том, когда христиане именно этим пользуются, о чем говорит Божье Слово, происходит влияние на этот мир. Первое – это то, чем является церковь. Второе – это то, что она должна делать. Третье – это то, что она должна проявлять. И четвертое – это то, что она должна ожидать. Вот в этих четырех моментах, о которых говорит Священное Писание, мы находим влияние церкви на этот мир. И мы читаем с вами «Апостолы» написано «С великою силой свидетельствовали». И апостол Павел, слово которого мы прочитали, он пишет послание римлянам. И вы помните, как начинается послание римлянам? Я хочу прочитать первые шесть стихов первой главы. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Посмотрите, вот оно влияние, благовестие Божие, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Посмотрите, здесь, в самом начале этого важного послания апостол Павел указывает эти важные моменты. Он говорит об Иисусе Христе, о Его смерти, о воскресении, Он говорит о благовестии, Он говорит о силе Божией. И когда этими методами и этой силой мы пользуемся, Он говорит, это для того, чтобы вы покоряли народы, это для того, чтобы иметь влияние церкви на этот мир. И вот мы рассуждаем о том, как же церковь влияет на этот мир. Первое, что я хочу отметить, церковь влияет на этот мир через то, чем она является. Я хочу прочитать из 17 главы Евангелия Иоанна несколько стихов. Посмотрите, 17 глава, это первосвященческая молитва Иисуса Христа. Здесь Господь говорит такие слова 16 стиха. «Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но о верующих в меня по слову их. Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Посмотрите, следующая фраза. «Да уверует мир, что Ты послал меня». В этой молитве Христос говорит о том, как церковь, ученики, как они повлияют на мир, чтобы он уверовал. И эта истина открывается в том, чем же должна быть церковь. Он говорит «освети их истиною». И речь здесь идет о святости. Мы должны задать вопрос, а что такое церковь? Чтобы церковь влияла на мир, нам нужно понять, что же такое церковь. И мы находим в Священном Писании есть различные образы церкви. Невеста Иисуса Христа, народ Божий, тело Иисуса Христа. И каждый из этих образов он связан с святостью. Потому что невеста Христа это чистая дева, без пятна, без порока, святая, определена для Господа своего небесного жениха. Народ Божий, о котором сказано «Вы народ святой». Тело Иисуса Христа это особое тело, это святое тело. И поэтому первое, как церковь может влиять на этот мир, когда она имеет святость. Иисус Христос сказал, Он молит Своего Отца Небесного перед тем, как уйти с этого мира, о своих учениках, которые останутся в этом мире. Он говорит, они в этом мире, но они не от мира. Он говорит, освети их истинную, сделай так, чтобы через слово, написано «Слово Твое есть истина», чтобы они через это слово были отделены от этого мира, чтобы они были святыми в этом мире. И потом Господь добавляет, да уверует мир. Поэтому первый метод, способ, явление Духа и силы, это когда церковь в состоянии святости. И когда мир смотрит на эту церковь, тогда это влияет на этот мир. для того, чтобы влиять на этот мир, мы не можем пользоваться мирскими методами. Потому что чем бы мы не воспользовались, философией, мудростью, методами какими-то этого мира, это все уже есть в этом мире. Чего нет в этом мире? Святости. Святость – это особая характеристика Бога. И когда церковь пребывает в святости, через это она Бога открывает. Мы говорим, что святость – это отделение от греха. И это правильно в отношении нас, людей. Но это не до конца правильно в отношении Бога. Потому что святость – это явление самой природы Бога. И еще тогда, когда греха не было в этой вселенной, Бог был святым. Ему нечего было отделяться, но он был святым, потому что святость – это его характеристика. И когда церковь пребывает в святости, в отделении от этого мира, она является Бога, потому что она является тем, чем она должна быть – святым телом Иисуса Христа. И вот как раз святостью она влияет на этот мир, потому что мир находится в грехе, под властью сатаны. Это особое действие. Вы помните, еще в Ветхом Завете пророк Божий Елисей. И женщина, которая смотрела на него, она обращается к мужу своему, говорит, вот этот муж Божий, который постоянно проходит здесь, он святой. Это особое действие святости. Но последнее время будет совершенно другим. Мы читаем, апостол Павел Тимофеев говорит, что люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И когда он пишет вот все эти характеристики последнего времени послания Тимофею, он пишет не об этом мире, он пишет о церкви. Он говорит о людях, которые будут в церкви, которые в первую очередь не будут иметь характеристики святости. И поскольку этого не будет в церкви, церковь не будет влиять на этот мир, потому что церковь будет похожа на этот мир. А Христос молит своего Отца Небесного, чтобы его ученики, его церковь были освящены Божьим Словом, чтобы христиане вникали в Слово, изучали это Слово, и посредством исполнения были отделены от греха. И да уверует мир, так говорит Господь. По-моему, это у Лескова есть этот рассказ об этом старике, который попал в лесу в разбойничью шайку. Вот они приступили к нему и говорят, давай все, что у тебя есть. Он говорит, ничего нету, бедный человек. И они смотрят, действительно бедный, что с него взять. И отпустили этого старика домой, а старик пришел к себе домой, ложиться спать, снял свой мешок, и вдруг копейка покатилась. Он взял эту копейку и со слезами бежит туда в лес, к атаману этой шайки, и говорит, обманул, а я христианин, а я в Бога верю, обманул, вот она, вот она. И вся шайка перед Богом склонилась. Святость влияет на этот мир. Ничего другое, никакие методы человеческие, никакие способы огромного действия, мероприятий не повлияют так, как влияет святость. И поэтому, когда мы смотрим, Господь, и апостол Павел говорит здесь, явление духа и силы произойдет тогда, когда христиане живут святой жизнью. Второе, что я нахожу, влияние на этот мир посредством того, что делает церковь. И это благовестие. Мы находим с вами в первом послании этого же послания Коринфянам, апостол Павел пишет с 18 стиха, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Второе влияние, которое оказывает церковь, это посредством благовестия, посредством проповеди Евангелия. Мы хотим поменять человека, мы хотим повлиять на него. Евангелие имеет силу. И апостол Павел здесь говорит, не мудрость, которую мир этот ищет, слово о кресте это сила Божия. И когда мы говорим Евангелие, когда мы проповедуем слово Божие, оно имеет силу повлиять, оно имеет силу разорвать эти оковы духовные. И когда мы говорим о Евангелии, нам очень важно понимать, а что такое Евангелие. Евангелие это весть о смерти и воскресении Иисуса Христа за наши грехи. Апостол Павел пишет об этом в 15 главе 1 Коринфянам, он говорит, напоминаю вам Евангелие, что Христос умер, был погребен и воскрес. И когда мы разговариваем с людьми, нам очень важно в любой нашей беседе коснуться Божьего Слова и сути Евангелия. Я хочу сказать, что свидетельство, которое мы говорим, всегда должно быть основано на Евангелии. Наше свидетельство это еще не Евангелие. Когда мы начинаем рассказывать людям о том, что произошло со мной, как Бог изменил меня, это важно. И Писание побуждает нас, чтобы мы говорили свидетельство, но нам важно понять, наше свидетельство это еще не Евангелие. Если мы только рассказали о том, как Бог изменил мою жизнь, как Бог наладил вопросы моей жизни, семье, еще чего-то, но мы не коснулись сути о том, что Христос умер за грехи, был погребен и воскрес, мы еще не сказали Евангелие. И свидетельство оно имеет силу, но мы всегда должны коснуться сути Евангелия. Второе, что мы можем сказать, добрые дела это еще не Евангелие. Мы должны совершать добрые дела. Писание говорит нам, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела. И это правильно, когда мы совершаем добрые дела. Но при всем этом Евангелие должно быть сообщено. мы должны людям сказать о Христе, который умер за грехи мира, который был погребен, который воскрес, который дарует спасение. Апологетика это еще не Евангелие. Когда мы спорим, доказываем, отвечаем на вопросы, когда люди интересуются, чем христианство отличается от ислама, почему именно христианство, почему Библия это правда, почему это истина, это хорошо и правильно, но это еще не Евангелие. Если при всех этих вопросах и спорах мы не сказали о Христе, который умер, был погребен и воскрес, какие бы методы мы не использовали, лагеря, детское служение, где бы мы не пытались что-то сделать, если там нету Евангелия, истины о смерти и воскресении Христа, мы много упускаем. апостол Павел показывает нам, Евангелие имеет силу. И когда мы думаем об этом, помните встречу Филиппа с Евнухом, человеком, которому нужно было спасение, человека, на которого нужно было повлиять. И Филипп, когда начинает объяснять, там написано в книге Деяния апостолов, начав от всего Писания, благовествовал Иисуса. Вот здесь вот суть влияния на этот мир. А вот Писание, потому что Писание имеет силу, благовестие это не просто рассказ о том, что Бог вас любит, не просто рассказ о том, что Иисус хочет быть вашим другом. Благовестие это то, что Христос умер за грехи наши, Он оказался на нашем месте, Он взял на себя грех каждого человека, Он умер и Он воскрес, и теперь сегодня Он предлагает спасение, в этом сила Божья. И мы понимаем, что люди находятся в оковах греха, и они не могут разорвать эти оковы, они не могут сами освободиться, но Евангелие имеет силу. И тогда, когда звучит истина Евангелия, Бог не спасает, потому что Он предопределил кого-то, но сила Евангелия дает способность человеку в этот момент, когда Он слышит эту истину, принимать решение, и человек находится в таком состоянии, что он может принять решение принять верою спасения Христа или отказаться. В этом сила Евангелия. И поэтому для нас очень важно, когда мы хотим влиять на этот мир, помнить о Евангелии, не спорить, не вступать в дискуссии, не заниматься философией или какими-то рассуждениями сказать суть Евангелия, потому что в этом сила, через это происходит влияние на этот мир. Перед тем, как лететь сюда, в четверг в нашей церкви случилось несчастье, брат из нашей церкви работал на стройке, перевернулся в форклифт, он сильно ударился головой, оказался в коме, мой самолет был в 6 утра, 12 ночи я поехал туда в госпиталь, он лежал без сознания, он находится в коме, я подошел к этой кровати, я начал ему проповедовать Евангелие. Я верю, что Божье Слово имеет силу, я верю, что Божье Слово проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные, и даже когда человек не слышит физическими ушами Божье Слово, которое имеет силу, оно проникает для того, чтобы совершать свое действие. Я проповедовал ему, я говорил, Алексей, если ты хочешь покаяться перед Богом, ты можешь делать это сейчас. Я молился, я верил, что молился он. Евангелие имеет силу. Вчера мне сообщили, что Алексей умер. когда мы проповедуем Евангелие, в этом Божья сила влияние на этот мир. Поэтому первое влияние, когда церковь является тем, чем она должна быть, когда она является святым телом Христа в этом мире. Второе влияние, когда церковь делает то, что она должна делать, когда она проповедует Евангелие. Есть третье, когда церковь проявляет то, что она должна проявлять. Мы читаем с вами 13 главу Евангелия Иоанна. Христос говорит такие слова с 34 стиха. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Я задаю вопрос, кого имеет в виду Христос, когда Он говорит «потому узнают все». Он имеет в виду этот мир. Он имеет в виду людей, которые находятся в рабстве греховном. И Христос говорит, когда вы будете любить друг друга, через это будет влияние на этот мир. Через это Господь показывает, когда вы будете любить так, как Я возлюбил вас, этот мир станет свидетелем этой Божьей силы. Мы понимаем, что крест Иисуса Христа, с одной стороны, это позор и унижение, Он пошел этим путем, но с другой стороны, это проявление любви Божьей, потому что на кресте встретилась Божья святость и Божья любовь, Божье наказание за грех и Божье милосердие к этому миру. И поэтому Христос говорит «так, как Я возлюбил вас», потому что до этого Он говорил о смерти своей, о том, что Он умрет за грех этого мира. И Он говорит «когда вы будете любить друг друга, как Я возлюбил вас, вот в этом будет влияние на этот мир». В 70-е годы было много споров специалистов по росту церкви. Они исследовали, каким образом церковь может вырастать, каким образом церковь может больше привлекать людей. И эти исследователи увидели, что люди хотят быть с похожими на себя. Черные хотят быть с черными, белые хотят быть с белыми, молодежь хочет быть с молодежью, более пожилые хотят быть с более пожилыми, богатые хотят быть с богатыми. И вот эти специалисты сказали, если вы хотите, чтобы ваша церковь развивалась, увеличилась, выберите для себя определенную аудиторию и работайте с этой аудиторией, и ваша церковь будет расти. А мы находим, что это противоречит Божьему Слову. Потому что Христос сказал, если вы будете любить друг друга, и Писание говорит, когда мы читаем с вами послание Галатам, что во Христе нету Иудея или Елена, нету белого или черного, нету богатого или бедного. Во Христе это все одно, потому что все любят друг друга, какими бы они ни были, и посредством этой любви к друг другу оказывают влияние на этот мир. И мир, видя это, приходит к Богу. Подумайте о том, как Христос выбрал 12 учеников. Он избрал Симона Зилота. Зилоты, это была особо ревнивая партия, которые ненавидели Рим, которые отказывались платить налоги, которые убивали римских солдатов. Он выбирает этого Симона, а вместе с ним он выбирает Матфея Мытаря, который, как считали евреи, продался римлянам, который собирал налоги со своего народа. И Господь выбирает учеников и соединяет их вместе с совершенно различных, с совершенно непохожих друг на друга. И из них он создает церковь. Когда христиане любят друг друга, это влияет на церковь. Когда христиане ненавидят друг друга, это мешает влиянию. И когда мы думаем о святости церкви и о любви церкви, Писание показывает, это должно быть вместе. Почему это иногда происходит? Если человек святой, у него проблема с любовью. Он всех обличает, он на всех указывает, он святой, как он считает, но любви нету. А если у него есть любовь, он всех любит, он всех принимает, и святости у него нету. Писание говорит, чтобы влиять на этот мир, у нас должна быть святость, и у нас должна быть любовь. Христос определяет это влияние. И в этом проявление духа и силы. И, наконец, последнее, четвертое, что я нахожу, церковь будет влиять на этот мир, когда она ожидает то, что она должна ожидать. Мы читаем Деяние апостола в 17 главе, вы помните, апостол Павел приходит в Афины, и он там начинает проповедовать людям, которые не знали Бога, неверующим. И вот мы читаем с 30 стиха, он говорит, «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ариапагид, и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Проповедь Павла закончилась на том, что он сказал, «Господь однажды придет, Он будет судить эту Вселенную, и будет воскресение мертвых». И люди стали смеяться и ушли. Но были те, которые уверовали. Дионисий Ариапагид, считается, что он стал первым епископом церкви в Афинах. Когда мы были в Афинах, там, возле Ариапага, где шла эта проповедь, улица называется «Улия Дионисия Ариапагито». И он совершал большое служение в Афинах, когда христианство начало распространяться. Церковь будет влиять на этот мир, когда она будет ожидать то, что она должна ожидать. И наша тема сегодня «Церковь в последнее время». Мы говорим о том, что Господь грядет. Это должно быть наше ожидание, наше стремление. Писание говорит, «О горнем помышляйте, а не земном. Не будьте привязаны к этой жизни, если вы ожидаете Господа». И когда мир будет видеть, что церковь ожидает пришествия Иисуса Христа, она жаждет этого, она стремится к этому, в этом будет влияние на этот мир. Итак, мы задаем вопрос, как церковь может влиять на этот мир? Почему в последнее время так мало влияния на этот мир? Мы видим, что причина в том, что нету явления Духа и силы. Причина в том, что церковь не является часто тем, кем она должна являться. Нету святости. Причина в том, что церковь не делает то, что она должна делать. Нету благовестия истинного Евангелия. Причина в том, что церковь часто не проявляет то, что она должна проявлять истинную христианскую любовь. Причина в том, что церковь часто не ожидает то, что она должна ожидать, пришествия Господа Иисуса Христа. Но это должно быть у нас. И для того, чтобы это было в церкви, это должно быть в каждом христианине, члене церкви. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Я хочу, чтобы мы сейчас проверили свое сердце. И чтобы, проверяя свое сердце перед Богом, мы задали вопрос, «Стремлюсь ли я к святости, чтобы влиять на этот мир? Благовествую ли я Евангелие, которое является силой Божией, этому миру? Есть ли у меня стремление к истинной христианской любви, чтобы влиять на этот мир? И ожидаю ли я пришествия Господа, чтобы мир, видя это, обратился к Господу?» Давайте помолимся Спасителю нашему. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok